Раньше стейки из говядины мы могли поесть только в шикарных ресторанах, и стоило это удовольствие недешево. Сейчас мы можем купить их в магазине и приготовить дома самостоятельно. Но какой выбрать? Рибай, стриплойн, филе миньон? Что это вообще все значит? И насколько они вообще полезны для нашего здоровья? Вот многие уверены, что раз это красное мясо, значит он наверняка опасно и может привести к инфаркту. Но на самом деле красное мясо гораздо полезнее, чем вы думаете. Почему его особенно часто нужно есть мужчинам и тем, кто много работает и учится? Сейчас все выясню, а также пойму, в каком случае красное мясо все-таки может навредить. Врач-диетолог, эндокринолог Виктор Желяев. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Вот вы стейки любите? Ну, сказать, что люблю, будет неправильно, но периодически могу съесть стейк. Потому что мужчинам его почему-то нужно есть чаще, чем они, видимо, его обычно едят. Почему? Ну, в красном мясе, из которого делают стейки, в нем содержится большое количество цинка, который как раз является важным микроэлементом для репродуктивной системы мужчины. Он поддерживает потенцию и способствует образованию сперматозоидов. Плюс также в красном мясе имеется такой микроэлемент, как селен, который является мощным антиоксидантом и также поддерживает репродуктивную систему. Какое мясо выбрать? Свинину, говядину? Да, в принципе, тут кому что больше нравится. Можно и то, и то. В плане цинка большой разницы нет. То есть мужчины обязательно должны, ну, хотя бы, наверное, раз в неделю? Да, можно 2-3 раза в неделю спокойно употреблять красное мясо. 2-3 раза в неделю мужчины должны есть красное мясо для своей репродуктивной системы. А женщинам не надо для репродуктивной системы мясо? Тоже оно важно, потому что холестерин, который содержится в красном мясе, является источником, из которого образуются мужские и женские половые гормоны. Вот, кстати, про холестерин. Многие люди считают, что красное мясо очень опасно, потому что кто-то где-то написал, что может спровоцировать развитие инфаркта, если есть много красного мяса. Это правда? Но здесь не всё так однозначно. На самом деле всего 20-30% холестерина поступают к нам из еды. И 70-80% образуются внутри организма. Плюс холестерин, он играет важную роль в нашем организме. Помимо того, что он является источником для половых гормонов, он ещё является основным компонентом клеточной мембраны оболочки. Также из него образуются такие вещества, как желчь и витамин D. Поэтому холестерин должен поступать. И, как показывают исследования, употребление красного мяса не влияет на сердечно-сосудистые риски. Вообще красное мясо, оно полезно для нашего организма, потому что в нём много содержится гемового железа. Это что такое? Это такое железо, которое легко усваивается и является основным источником для образования гемоглобина. Это белок, который у нас переносит кислород и углекислый газ в организме. И в том числе он важен для нашей кровеносной системы. А я ещё читала, что, например, говядина содержит меньше холестерина, чем, например, свинина. Но вот на самом деле, если на свинину посмотреть, у неё вот все кусочки очень жирные. Видите, кругом один жир. Ну, здесь всё зависит от части. Может быть, часть говядины, которая будет содержать больше холестерина, чем свинина, а может быть и наоборот. То есть зависит от той части, которую использует человек. То есть у говядины тоже есть жирное мясо? Конечно, говядина, это тоже у неё есть части, которые содержат много жира. Вот, например, такой стейк, как рибай. Ой, я вот там его видела. Пойдёмте посмотрим. Да, это самый популярный стейк. Его ещё по-другому называют мраморным. Из-за того, что вдоль всего кусочка мы увидим такие равномерные жировые прослойки. И он так внешне похож на кусок мрамора. Вот он. Вот этот на мрамор не похож, а вот этот похож. Да, это вот достаточно такая жирная часть говядины. Красивый. Вот такой полезный кусочек будет? Да, в принципе, можно позволить один раз в неделю съесть такой жирный кусочек. А вот ещё зачем он нужен тем, кто много работает или учится? Ну, красное мясо я имею в виду. Для чего? Ну, в красном мясе довольно большое количество таких витаминов, как витамин В6, а также витамин В12. А они являются важными витаминами для нашей нервной системы. Потому что они участвуют в метаболизме, который в обмене веществ в нервной системе, а также способствуют образованию защитной оболочки нервов, миелина. И также участвуют в образовании нейромедиаторов. Это вещества, которые обеспечивают передачу нервного импульса. Виктор, скажите, а при каких условиях вот красное мясо будет неполезно, будет вредное? Именно обработанное мясо, которое как раз может повышать риск развития рака. Это всякие сосиски, сардельки, ветчина, мясные консервы. То есть вот с этими продуктами нужно быть поосторожнее. Виктор, простите, а что я буду есть тогда на завтрак? Если вы нечасто это будете делать, ничего страшного не произойдёт. Да я только сегодня колбасой завтракала. Но вы же это делаете нечасто. Вы не можете знать. Спасибо вам большое, Виктор, что рассказали мне так много про стейки. Спасибо. Что ж, будьте здоровы. И сегодня на ужин точно каждый из вас должен съесть стейк. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok